Уже в марте текущего года казахстанцы, имеющие долги, смогут подать заявление на свое банкротство. Как все это будет происходить и какие последствия несет эта процедура? Подробности в нашем следующем материале. Закон о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан предусматривает три вида процедур. Несудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности. Несудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, микрокредитными финансовыми организациями и коллекторскими агентствами. По долгам свыше 5,5 миллионов тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство, целью которого является максимальное удовлетворение требований кредиторов за счет имущественной массы банкрота. При этом, если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет праве его изъять в ходе судебного банкротства. Если оно не в залоге, кредиторы не могут на него претендовать. Для проведения процедуры банкротства департамент государственных доходов выделил отдельно специалистов. Не только в департаменте областном, но и во всех наших районных подразделениях выделены ответственные лица. На сегодняшний день, конечно, под данное мероприятие мы вносим изменения соответствующие в свою структуру. Будет отдельный отдел выделяться. В любой момент можете обращаться, ответственные люди есть. Мы в средствах массовой информации, телефонные номера, дежурство и непосредственно в центрах наших приема отчетности будут выделены места, по которым они будут обслуживаться. Кроме того, департамент госдоходов работает с ценами другими уполномоченными органами. Правда, пока трудно сказать, сколько жители приятыше могут подать заявление на банкротство. По словам спикера, пока точных цифр нет. Если по параметрам люди подходят, долги до 5,5 миллионов в деньге и не имеют имущества, то это внесудебное банкротство. Если по параметрам не подходят, то это судебное банкротство. И урегулирование неплатежеспособности. Там тоже нет ограничений по долгам. Единственное, что я сказал по внесудебному банкротству, там одно из условий, либо 12 месяцев подряд, последовательно 12 месяцев должно быть непогашение задолженности перед банками. И микрофинансовыми организациями, и коллекторскими агентствами. Либо, если последовательно 6 месяцев он получал адресную социальную помощь, то в этом случае он подлежит первому типу, это внесудебное банкротство. Статус банкротства, при котором невозможно никакие кредиты, будет действовать все назначенное время, независимо от изменения обстоятельств. Если человек в внесудебном банкротстве, он после сдачи документов в течение 15 дней, мы уже признаем его банкротом. Все задолженность, естественно, списывается. И вот это, как сказать, клише или банкрота у него останется в течение 5 лет. Ну, в течение 3 лет это уже потом он будет подлежать мониторингу. Если будут какие-то крупные покупки, там уже будет вопрос подниматься о преднамеренном ложном банкротстве. Третья процедура – восстановление платежеспособности. Она предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до 5 лет при наличии стабильного дохода. Преимуществом данной процедуры является то, что после него человек не обретает статус банкрот, следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота. Мурат Белмажит, Айбек Газирс и Эта Сахпарат.